В СМИ 3 июня появилась информация о том, что популярный видеоблогер Николай Соболев пострадал от хулиганского нападения. На странице в социальной сети ВКонтакте Николай заявил, что недалеко от студии в Москве, где он записывает свои ролики, его побили неизвестные. «В данный момент я нахожусь в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга легкой степень тяжести, должна отпустить домой, сейчас описывать подробности времени и желания нет, чувствуя себя стабильно». Так написал он. Николай уже вернулся домой, пока неизвестно, кто и зачем избил видеоблогера. Он часто занимался освещением социальных явлений и знаменит был резким высказыванием в адрес известных личностей и видеорозграшем. А при службе ГУ МВД Санкт-Петербурга сообщалось, что полиция не получала от Николая Соболева никакого заявления о нападении, и многие подписчики блогера считали его избиение очередным пранком. А сейчас появилась информация о том, что нападение на видеоблогера Николая Соболева, о котором он рассказывал ранее, было инсценировано ради социального эксперимента. Об этом сам Соболев заявил на своем канале на Ютубе. Он заявил, что попал в больницу, однако подробностей происшествия не уточнял. А в интернете распространилось 20-секундное видео, в котором было много ненормативной лексики, которое я называла записью избиения блогера. Лицей нападавших и жертвы на нем, конечно, видно не было. Соболев сейчас заявил, что потратил на съемки этого видео несколько часов, сделал около 15 дублей. Искренне хочу извиниться перед всеми, которых ввел в заблуждение и заставил переживать. Целью этого эксперимента было наглядно показать, насколько легко в наше время сделать ложный информационный брос. Так заявила Соболев. Ролик об инсценировке нападений на блогера собрал почти 500 тысяч просмотров. Но это как в известной комедии, где вдова сама себя высекла. Ну что ж, будем дальше следить за этой историей. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе последних новостей. Субтитры сделал DimaTorzok